Доброе утро, дорогие друзья! Считается, что сказки созданы только для детей, но на самом деле это большой сакральный мир, в который полезно вернуться даже взрослым в студии Екатерина Орлова. И Михаил Кириллов. У нас в гостях психоаналитик Анна Булычева. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот интересная тема, да, вы читали лекцию на тему «Колобок и Буратино на приеме у психоаналитика». Так, вы психоаналитик, кто из нас? Кто у вас? Колобок и Буратино! Ну, психоаналитик на вопрос всегда отвечает, как вам известно, вопросом. А вы какие сказки в детстве любили слушать, читать? Это очень давно же было. Вот. Но постарайтесь вспомнить. «Карлик нос». Мне очень нравилась эта сказка. Про мальчика, которого заколдовали. Который был карликом, и у него был нос. Ну, ты правильно догадался. Вот видите, интересно, и это уже, можно сказать, ключ для ответа на ваш вопрос. Кто из вас «Колобок», кто Буратино, да, значит, я сейчас… А кто «Карлик»? Я поняла. «Карлик»? Спасибо, я поняла. А кто «Карлик нос»? Вот. Да, я хочу несколько слов сказать о том, для чего сказки нужны вообще человеку. Если помните, то сказки обычно рассказывают перед сном детям, да? Дети переходят от бодрствования ко сну. В таком находятся они, можно сказать, в предсонном состоянии, когда сознание постепенно отключается. И вот в это самое время происходит переход от, так скажем, жизни в реальности во жизнь в своем каком-то внутреннем субъективном пространстве. И на этом переходе культура подбрасывает человеку еще такие вот установочные скрипты, можно так сказать, сценарии. То есть эта сказка, это, можно сказать, такое своеобразное сновидение культуры, которое вырабатывается в процессе жизни поколений. Передаются они из уст в уста, вот именно в том виде, в котором мама рассказывала. Следующая мама начинает рассказывать своим детям. Вот. И удивительно, что дети готовы слушать это вновь и вновь. И выбирают именно какие-то те сказки, которые нравятся им. Ну вот вы же слушали какие-то определенные сказки. Да, типа, расскажи вот эту именно. Да, то есть мама говорит... Несколько раз даже дети просили, повтори, расскажи. Вот это вот интересно. То есть я тоже помню, приходишь из детского сада, пластинки были такие. И мама спрашивает, какую поставить пластинку, вот эту. Ну вот я, например, кота в сапогах любила слушать. Вот. Ну для того, чтобы... Я вот не помню, я помню тоже пластинки, а вот какую не помню. Какую-то слушал. И вот не важно, помните вы это или не помните, но важно, что в определенном возрасте ребенок обнаруживает то, что ему интересно слушать. И вот это вот неспроста. В сказках содержится, ну в хороших сказках, и в тех, которые людям хочется прям слушать и слушать, и слушать, и слушать, в них содержатся ответы на три вопроса. Культура помогает человеку эти ответы получить, причем не напрямую, а в такой, знаете, в символической форме, в образной, да. Вот. Вопросы какие? Первое. Как я появился на свет? Ну ребенка же вот этот вопрос занимает. Ну да. Как вообще я, откуда я взялся? Просто откуда я взялся? Родители так-то не рассказывают просто по-простому, да. Вот приходится сказки слушать. Там ребенок находит подтверждение своим теориям о том, как люди появляются на свет. Начинает думать, что его испекли, да, как колобок. Да, да, да. То есть как он появился? Вот курочка снесла яичко, курочка ряба там, или дед да баба испекли колобок. В любом случае сказка всегда намекает на то, что человек появился на свет при помощи каких-то двух существ, дед и баба. То есть мужчина и женщина. Да, они всегда что-то такое сделали, то вот они за курицей ухаживали, да. И яичко снесла, да. Или посадил дед репку. Ну понимаете? То есть там земля, вот эта вот материнская субстанция, дед посадил, значит, репку, репка выросла. Вот. Потом он ее стал оттуда, значит, тянуть, не может вытянуть. Вот. Ну это не прямой ответ на вопрос, откуда взялся ребенок. Но у ребенка возникает такая идея, что не без, так сказать, усилий деда и бабки это все произошло. Вот. Потом, значит, второй вопрос, на который сказки помогают найти ответ, это и для чего меня, значит, произвели на свет, для какой цели. Вот здесь интересная очень тема получается и трагическая на самом деле в русских народных сказках. Вот подумайте сейчас. Самые основные четыре сказки русские народные, они дохристианские, языческие, очень древние. Это вот «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» и «Теремок». Вот возьмите вот эти вот три сказки, да. «Курочка ряба», там яичко золотое курочка снесла, «Репка», дед посадил репку. Зачем он ее посадил? Возникает вопрос, да. «Колобок» испекли, зачем они испекли колобок? Ну, чтобы поесть. Вот. И понимаете, то есть, слушая вот такие вот сказки изо дня в день, постоянно как-то вот читая, там опять же конфеты всякие есть и так далее, символика везде, везде, везде в культурном пространстве, ребенок получает ненавязчиво, вот так, в символической, повторюсь, форме идею о том, что на свет появляется он для того, чтобы… Чтобы его съели. Съели. А съели – это самое такое наибольшее проявление любви. Если помните, Узюскин, да, парфюмер, когда его вот полюбили, его что сделали? Съели. То есть, символически, ну, есть же мы не будем то, что плохое, самое вкусное, да. То есть, ребеночек такой вкусный, что так бы его и съел. Матери так говорят. И вот сказки, они говорят ребенку о том же самом. Эти люди, дед и бабка, они тебя создали, произвели на свет для того, чтобы, ну, ладно, съесть, но как-то употребить, ну, в своих каких-то целях. То есть, как сейчас говорят, рожу для себя. Вот, это именно метафора вот такой позиции. Да, 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 метафора вот такой позиции. То есть, рожу для себя, выращу вот как надо, все по понятиям, все вот будет хорошо. Я буду там идеальная мать, и ребенок у меня будет вот идеальный для того, чтобы мне вот… То есть, дед с бабкой эгоистом. Ну, фактически, да, почувствовать себя хорошими родителями, вот так вот, да. И вот репка выросла большая-пребольшая, колобок. Он же почему сбежал-то из дома? Ну, догадывался, чем попахивает дело-то. Он лежал на подоконнике, пока не остынет. Они уже там вилки готовили, ножи точили. Пока не остынет, да, понимаете? Вот, так он пока не остыл, ребеночек еще не вырос. То есть, как его по назначению использовать? Еще там, ну, вот метафорически говоря, да, подрастет, остынет. Можно там в нормальный вуз его пристроить, да, вот, чтобы вот выучился, как, как, как я считаю. Нормально, да, христианский вуз, правильно, правильно. Тогда еще люди понимали. Нормально, чтобы найти ему вот эту вот пару, там, мужа или жену. Колобок же, неважно, мальчик или девочка, да. То есть, это и для мальчиков, и для девочек сказка такая. Вот, и, соответственно, там и образование, и семью, ну, как вот родители это все планируют, можно будет заняться делом. Вот пока они не занялись этим делом, колобок сбегает, сбегает и отправляется в лес. В лес, то есть, вот это вот в общество. Встречается там с разными персонажами, людьми, начинает с ними общаться, разговаривать фактически, да. Вот, все сразу ему сообщают о чем? Колобок. Тоже о намерении его использовать. Да, использовать, то есть, колобок, колобок, я тебя съем. Ну, и он, значит, начинает объяснять, что нет, ты меня не съешь, я от деда ушел, я от бабки ушел, я от тебя уйду. Вот, это он выражает надежду на то, что ему удастся, ну, каким-то образом сохранить собственную индивидуальность, ну, обрести для начала. Он еще показывает, какой он крутой. Да, да, ушел и все, и начинает петь свою песенку. А в этой песенке он фактически провоцирует человека, рассказывая, из чего он состоит. Я, говорит, из теста мешон, маслом там прижон, но это длинная песенка, я не помню всю. Пойкать пока. Да, он рассказывает, какой он на самом деле классный, вот, из чего он состоит. И, в общем, каким-то образом ему удается внимание захватить, и пока человек, значит, вот в трансе, человек, ну, в смысле, заяц там, волк. Нормальные люди. Да, он укатывается, укатывается дальше, вот, до тех пор, пока не встречает лису. Лиса, это, давайте подумаем, это существо какого, женского или мужского пола? Мне кажется, наверное, в данном случае это символ человека, который, вот, по сути, смог раскусить такого. Ну, как-то вот женского, да, фигура женская. Хотя, вот, кстати, интересно, в английских сказках лиса это он, фокс это хи в сказках английских, а у нас лиса это она. Она. Но она такая с хвостом, понимаете, активная. То есть она женщина, да не женщина, вот коня на скаку, значит, это в горящую избу, это вот такая женщина. То есть русская. Вот, тоже, вот, и что в конечном итоге происходит? Беда. Беда. То есть она-то его и съела. Она купила его на определенную лесть, получается, да, что, да, я хочу, хочу послушать твою песенку, только что-то я плохо слышу, подойди поближе, на нос. Вот, и, собственно говоря, съела. От чего бежал, к тому и пришел. На этой позитивной ноте прервемся на небольшой перерыв ради информационного блока. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, в гостях у нас психоаналитик Анна Булочева, и мы с ней, с Мишей, со мной обсуждаем и с Колобком ищем тайны в русских сказках. Какие еще тайны сокрыты в сказке Колобок? Вот одна из этих тайн – это то, чему сказка все-таки учит ребенка, который слушает ее изо дня в день и иногда даже просит рассказать еще и еще. Дело в том, что сказки помогают ребенку справиться с теми конфликтами внутренними, которые у него возникают в процессе жизни, да, он ищет ответы на какие-то вопросы. Психоаналитики говорят, что возникают определенные напряжения в психике. Вот сказки помогают с этим как-то справляться. То есть, что актуально для ребенка, сказки ему буквально подсказывают, что делать. Вот что делать? Вот, зачем я появился и что теперь мне с этим делать? Это третий вопрос, на который сказки нам отвечают. Вот, так вот, Колобок говорит ребенку буквально следующее. Тебя произвели на свет для того, чтобы каким-то образом использовать. То есть, родители хотят тебя использовать в своих интересах. Но бежать в мир особо не имеет смысла, потому что там то же самое, и там тебя все равно съедят в конечном итоге. Так что посиди на подоконнике и подожди немножко. Сказка на самом деле печальная достаточно, но, как говорится, что делать, теперь каждый человек может решать для себя все-таки как-то сам. Есть не только Колобок, есть другие сказки в этом мире. Вот, интересно также такое вот наблюдение психоаналитическое, психоаналитики, коллеги сделали это наблюдение, что очень многие сюжеты, они фактически этого Колобка-то и повторяют в контексте нашей культуры. Вот, например, возьмем наш любимый всеми культовый новогодний фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Кто такой главный герой Женя Лукашин? Тот, кто от бабушки ушел, от невесты ушел. Да, но обратно вернулся. И там неизвестно, что дальше происходит. То есть это фактически послушный Колобок. Он на самом деле живет при маме, любит маму и, собственно говоря, радует маму. Ну, за исключением того, что общается с какими-то сомнительными товарищами, да, ходит в баню раз в году, да, ну раз в году можно. А так все хорошо, хороший мальчик. Вот, но вот эта вот попытка сбежать, очередная, да, она не увенчалась успехом, он вернулся. Хотя женщина приехала вслед за ним, но неизвестно на самом деле, просто повторение там, в смысле этот ремейк, он тоже нам говорит о том, что, ну, скорее всего, не все так гладко. В общем, это Колобок на новый лад. Наверное, ирония судьбы говорит о том, что когда Колобок уж сильно залежится при маме, это тоже не очень хорошо. Надо однажды укатываться все-таки в свою жизнь. Да, да, Колобки, вот они пытаются, они пытаются делать что-то в этом направлении, вот. Вот, но вот эта вот тема слияния с матерью, тема зависимости от матери, тема вот этого вот, ну, как сказать, неизбежности такого вот существования, она актуальна очень для русской культуры. В этом трагедия, собственно говоря, русского человека. Поиск все время того, кто будет вот этой хорошей матерью, чтобы правительство было хорошее. Ну, тот, кто вот даст, даст тебе то, что тебе положено. Вот, и вот это вот и есть зависимость, собственно говоря, от материнской фигуры. Неспособность самостоятельно строить свою жизнь. Вот, ну, я думаю, что вот про это тоже сказка Колобок нам сообщает. Ну, вот у вас на приеме еще Буратино у психоаналитика. Что с ним, какой диагноз? А вот я сейчас подумала, что та же самая эта тема, что Буратино, это сказка уже авторская, она ненародная, это русский советский писатель Алексей Толстой. Таким образом, нам показывает классический итальянский сюжет. Так вот интересно, что? Что в итальянской сказке этот деревянный мальчик, он слушался папу Карла и в конечном итоге стал реальным мальчиком, стал человеком. А что значит стал человеком? Это значит, он может, ну, как папа построить какую-то свою жизнь, завести семью, детей и так далее, да. В русской сказке Буратино не становится реальным человеком. То есть, это вот итальянский сюжет, он совершенно трансформируется. То есть, он так и продолжает жить, как деревянная кукла. Вот, как деревянная кукла. И свое счастье он находит, ну, если рассмотреть это все как хэппи-энд, да, он находит на подмозгах театра. Театр, ну, актер. Да, актер в театре, актер, это кто? Это человек, который, ну, в общем-то, он создан для того, чтобы исполнять волю какого-то режиссера. То есть, чувствуете, да, вот эти вот отзвуки колобка здесь тоже какие-то? То есть, вот этот вот трагизм того, что ты создан вот этим папой Карла, да, из полен, а Джузеппе его там тоже приложил руку, создавал, столяр. Вот, для того, чтобы, ну, вот тебя могли использовать. В конечном итоге... То есть, все сказки злые какие-то? Да, ну, как сказать злые? Сказки не злые, они просто не такие веселые, как кажутся. Действительно, они не такие веселые, как кажутся. Вот, если почитать особенно психоаналитические интерпретации этих сказок, а, как говорится, а кому сейчас легко, и как мы вот тоже сейчас очень любят с иронией говорить, что жизнь – боль. Вот, собственно говоря... Сказки нас к этому готовят, по сути. Они готовят, действительно, они готовят нас к тому, что легко-то не будет. Вот. Но «Буратино» еще можно рассмотреть как такой современный сценарий, уже для культуры не традиционной, а современной. Современная культура, она замешана на теме нарциссизма. Ну, вот это вот любование собой, любовь к себе. А «Буратино» где это было? А где-где «Буратино»? «Буратино» – это активный такой мальчонка, который в конечном итоге находит себя где? В шоу-бизнесе, по-простому говоря, да? То есть это сценарий, который учит мальчика, читающего эту сказку, отвратить свой взор от создания, так скажем, семьи, рождения детей. Мальвина там представлена мало привлекательна, согласитесь? Вот такая... Не знаю, мне нравилась. Как хорошо! Кому-то нравилась мальвина. Мальвина – такая девушка, которая все время тебя строит, как учительница, да? Что-то от тебя требует, да? Вот, в общем, поучает и так далее. Ну, «Буратино» вот убегает все время от нее. При том еще, что она не может определиться, вот ей «Буратино» или «Пьеро» там вообще милее кто. Артемон. Ну, а... Да, ой, я не буду интерпретировать этот символ с психоаналитической точки зрения, мы можем очень далеко так зайти. Да, в этих интерпретациях. Ну, да, становимся на том, что «Буратино» в этой сказке, он... Мальвина его не привлекает, как вариант, да, продолжения, вот, развития себя, в дальнейшей жизни, он не идет в создание семьи, он идет на подмостки театра, да? Причем, обратите внимание, это не театр Карабаса-Барабаса, который создан для того, чтобы зарабатывать деньги. Он рентабельный, да, у Карабаса. У «Буратино» там даже билеты не продаются, их просто раздают на входе. То есть это исключительно вот сфера, где человек обретает свое счастье, оказываясь просто в центре внимания. Просто в центре внимания. Вот, и это для современной культуры тема такая достаточно актуальная. Ведь многие стремятся сейчас прокачать свою харизму и каким-то образом, ну, приобщиться вот к этой сфере, где ты будешь на виду, хотя бы в своем инстаграме. А у «Буратино», наверное, был бы инстаграм. Сейчас у него точно был бы инстаграм. Вот, но его харизму символизирует вот этот вот длинный нос, такой вот символ, я бы даже сказала, сексуальности, харизматичности определенной, который вот находится… Так вы мои представления о сказках просто перевернули. И о сексуальности. А вы, знаешь, и ходите к психоаналитикам вот в открытом университете. И не такое узнаешь, да. В Новосибирске открытый университет есть такая вот, ну, я даже не знаю, как это сказать, организация, что это такое. Там очень много интересных экспертов, совершенно бесплатно. Там можно приходить слушать лекции. Вот, так что можно узнать много интересного. Вообще не только такие. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях был психоаналитик Анна Булычева.